и всем привет дорогие друзья с вами канал максимадзе и сегодня я с вами хочу поиграть в эксклюзивный супер марио брос который сделал я вышел он 2 сентября последняя версия 2 сентября 2019 года извиняюсь простите я еще не вылечился короче и в тот день по моему нет не совсем тот день я его привел зрители там было не очень много были люди которым было интересно что это за эксклюзивный марио можно ли его скачать да можно будет его скачать ссылка будет в описании короче я стримы наверное делать следующий буду не скоро потому что зрители что-то мало на них к тому же последний стрим резонансным был и он вы на канале не найдете потому что его удалил этом gta стримил и там были люди которые гадости всякие писали эфир этого стрима мы были вынуждены прервать ладно начинаем что это за такой супер марио бросом для компьютеров создан для ява его запускают с ява платформы такой я в короче на компьютере я устанавливается без нее кстати майнкрафт нельзя запустить будет я у майкрофт и вот эту яву через эту делу как разки запускается это супер марио на пока там на мак макбук и windows можно если у вас установлено ява то без проблем сможете играть ладно супер марио брос можно курсором выбирать вот это вот все здесь уже 4 пункта в меню было в оригинальном супер марио брос 2 пункта меню это играть одному чуваку игры и играть двумя чувачками но там по очереди как здесь мультиплеера вообще нету но зато можно играть либо за марио либо золуиджи наверно золуиджи буду играть потому что это мой любимый персонаж все таки так есть настроечки полный экран настроить все управление и громкость можно выключить звук в общем круто давайте начнем играть за луиджи и попадаем и сначала так давайте-ка громкость немного побольше сделать вот так у нас такое вот меню представлено выбираем один из четырех режимов стандартный режим это все уровни подряд идут но не именно там уровне есть оригинального супер марио броски супер марио броски лос левелс это лос левелс она выходила на супер нинтендо более улучшенные графики сборники супер марио старс а на фамикум диск систем она выходила это аналог нес в японии который запутал запускалась не картижи а дискеты японии это было у них вторая часть с этими уровнями здесь они перемешаны друг с другом и мы все их пройдем войдя в стандартный режим можно включить режим где только уровне из первой части то есть по сути оригинальный можно сказать запустим его словосы только уровне из лос левелс давайте начнем со стандартного режима приплея там можно там любой уровень любой уровень можно играть на счет с первого уровня но и тихо тихо губа да полтфаги наверно смогут почувствовать ностальгию вот это звук прыжка и думаю знаком всем кто он я не знаю человек который не знает марио только пенсионеры возрастом за 60 таких тоже не сильно там много пока у нас идут уровне из первой части вы не подумайте что здесь уровне из второй части начнут только после того как я первую часть пройдут целиком нет каждый мир разделен также 8 миров они разделены на 8 уровней а не на 4 как в оригинальном супер марио процент и собственно в каждом мире по четыре уровня из первой части и зло слоевелс по два уровня так м 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 чекпоинты здесь вот такие вот уже не так как в оригинальной супер марио чекпоинты видны а не будем подбирать и варп зону мы пока не пойдем там кстати варп зоне в зависимости от того какой режим выбирайте в стандартном режиме там труп 6 по моему можно вводить вводить пятый уровень попасть первого мира можно во второй мир можно во вторую пятый уровень второго мира третьими пятый уровень третьего мира и в четвертый все зависит от того какой вы выберете режим уже пять жизней прикольно здесь вот таких глюков которые например как проскользишь барб зону через стену вот так вот присев знакомый глюк попадешь там нырдешь трубу и попадешь бесконечности глины по дороге здесь такого вы если такого у вас не случится м м здесь глюков нет никаких м м м м м м если от падающего черепахи также ничего не случится м м в оригинальном марио если полюборцет падающего черепахи можно будет марио получил с помощью которого можно будет перепрыгнуть флагшток но здесь его никак нельзя перепрыгнуть там невидимости да будет на флагштоков мы вы никак не перепрыгнуть и уловить и вот эти огненные палки здесь вообще плавненько работают тихо 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 па все раскользнули м м так здесь у нас тот говорит спасибо луиджин наш принцесса в другом замке м уровень 1 5 смотрите здесь даже замок большой там он там маленький замок так выбиваем гриб здесь у нас также отравленный гриб имеется кстати еще кое что расскажу какой один человек в 2005 году создал марио для яма мобильников в 2005 году как раз таки было актуально кстати ай блин но игра не набрала к сожалению популярности этот мобильный супер марио он кстати в какой то степени даже лучше оригинального супер марио потом может быть как нибудь сделаю на него обзор м тихо 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 там графика по крайней мере немного лучше айяяяяй бель графика там лучше по крайней мере у него сделано вот там небо разных цветов может быть там даже оранжевое небо есть и там цель не добраться до флагштока а собрать все ключи и собрать все ключи и добраться вот в этот маленький замок там также есть уровень с замком всего там уровня 33 уровни с замком там нужно по озеро убит всего там 33 уровня я уже сказал и подводные уровни конечно же и беются а в общем прикольная игрушка жалко что не борт не добралась популярности я думаю она бы могла стать настоящим хитом если бы была бы у нее наверное реклама еще что то такое рекламу этой игры не было поэтому а а здесь можно выбить лазу которая на другой уровень идет на друг в другой мир в варп зону точнее чекпоинт айяяяя там также варп зоны есть если туда перепрыгнуть так 1 7 уровень у нас идет если я проиграю то я пойду флиплейный режим буду там продолжать там посмотрим флиплейный режим к сожалению здесь немного упрощены уровни может быть даже и к счастью упрощены уровни изла упрощены уровни изла сливался тут летающих кальмаров нету тут тут не смог их в углу вести к сожалению ну никак не получалось там просто это тихо 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 давай а это чекпоинт еще даже помню нет дошел дошел я забыл что он здесь был так и 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 это уже финальный уровень первого мира не а и а ну-ка я прыгну дать это здесь еще к сожалению нет свойства Таких Там Супер Марио Лост Левелс Там Ну или Супер Марио Без Два Японская Там Дает возможность выбрать За кого играть Или в Марио или Луиджи Там Марио и Луиджи немного отличались Свойственными Луиджи прыгал выше и дальше Но бегал немножко медленнее А здесь и Марио и Луиджи одинаковые Абсолютно Здесь Луиджи такой же как и Марио А еще забыл сказать После каждого мира Бонусный уровень идет Который вам дает Две дополнительные жизни И может усилить вас до огненного Марио Или Луиджи Или огненного Луиджи Так Так что Здесь к сожалению Не предусмотрено сохранение Поэтому Видено вот такую вот Систему бонусов Хурови Опа Абсолютно Абсолютно Две но эти бонусных уровней вы не увидите в режиме оригинал левелс и лос левелс они есть только стандартном режиме и реплейном режиме пружинка тоже кстати плавненькая идет ой слабовато прыгнул ладно не судьба таки судьба все четыре монетки у нас о да я не люблю подобные уровни вообще и вот эти вот кальмаров а 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 здесь еще кстати отсутствуют лабиринты замка с лабиринтами и здесь нет там куда бы ты не пошел все равно будет все правильно там на четвертом и седьмом замки в оригинальном марио были лабиринты а здесь их нет а на третьем и седьмом замки а на третьем и шестом точнее а 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 не просто Луиджи выглядел. Другие цвета у него были. И еще... Другие цвета были. И облачка, и растения были анимированы. Прыгай. Есть! Я вам... Мы сегодня вряд ли пройдем всю игру, потому что... Она достаточно долгая. Уровней тут 64. Здесь, кстати, пока что, по крайней мере, нет бонусных уровней. Которые были в Супер Марио Лос Левос. Это уровни Миры. А, Б, С, Д. Которые разблокировались после восьмого прохождения игры. Также нет девятого мира, Фэнтези Ворлд, который назывался. Которые можно было открыть, если пройти игру без варпзонг. Не получился цветок взять, ну ладно. Зеленые пружинки имеются, которые очень высоко подбрасывают. Тихо, тихо, тихо. Я забыл, что здесь отравленный гриб. Ладно. Я умер там, где чекпоинт прям располагается. Ну-ка, давай-ка здесь. Падай, падай, падай тут. Тут жизнь у нас. Тихо, тихо, грибы. Гумбы. Так-то. Так-то. Я много лет играю в Марио, и поэтому мне уже особо не очень-то сложно эти уровни проходить. Кстати, можно назвать те миры А, Б, Ц, Д, А из Супермария Лос-Тейлл сокращенно АД. Потому что... АД. Натуральный АД. Потому что эти миры безумно, безумно подслужены. На одном стриме, на канале Дэнди Фрэвер, там вы сейчас, правда, не найдете. Почему-то его удалили. Вконтакте только можно найти его. Там мы... Да! Они час потратили на прохождение всех миров из Лос Левос, они там Лос Левос проходили. И еще два часа потратили на... Два часа целых потратили на вот эти четыре мира А, Б, Ц, Д. Потому что, ну, это реально просто адски сложные уровни там были. Тихо-тихо, страшно. Дам... Если нажать Escape, то мы попадем в такое вот меню, где можно выбрать фаллскрин, настроить управление, звук. Можно начать уровень заново, но вы лишитесь жизни при этом. Если вы дошли до чекпоинта, можно вернуться к чекпоинту, так же вас отнимет жизнь, и можно выйти из игры. Давайте теперь перейдем в Mario Game, и я вам покажу кое-что еще. Давайте теперь перейдем в FreePlay Mode, и посмотрим, что он из себя представляет. Здесь мы выбираем любой мир. Каждый мир, кстати, выглядит по-разному. Здесь мы выбираем уровень, как любой, абсолютно. Можно вернуться обратно в меню, и мы выглядим, что здесь вот такая вот поляна, замок на заднем плане. Второй мир тоже отличается у него уже. Так вот он выглядит. Третий мир выглядит так. Четвертый. Вот так. Пятый. Сейчас. Да тихо, ты запрыгни. Так. Снежный мир. Шестой. Так выглядит. Здесь камни везде. Седьмой. Облака. И восьмой мир. Обуха. Царство Боузера, короче. И такое вот солнце еще красное. Можно. Так же можно в любой бонусный уровень зайти. Их всего семь. После каждого мира, после первого, после второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого идут бонусные уровни. И каждый бонусный уровень выглядит немного иначе. Вот так выглядит седьмой бонусный уровень. При плейном режиме, после каждого прохождения мира, после брон-бонусного уровня, вы снова попадаете в меню. Вот в этом меню. Вот так вот. Ладно, давайте. На этом закончим. Я что-то устал немного. Ссылка на скачивание этой игры будет в описании под видео. С вас лайкосы и подписовасы. Сменяй эпичные видосы. Если вы хотите, чтобы я сделал дополнение к этой игре, где будут уровни А, Б, Ц, Д и может что-то еще, то ставьте лайки и пишите комментарии. Ну что ж, всем пока. Подписывайтесь на наш канал, запасной канал и группу ВКонтакте. Ну все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok